И теперь о сегодняшних событиях в районе Мариуполя мы узнаем от Эльвина Сидбулаева. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Как прошел день? Какие новости? Да, Наталья, ситуация на Мариупольском направлении остается напряженной. Сегодня боевики обстреливали наших военных и стрелкового оружия в селе Чермалык. А вот широкие наработали вражеские снайперы. Сейчас там оборону держит полк АЗОВ. Военные говорят, заметили, что боевики немного оттянули технику. Но в полный отвод не верят. В основном это было автомобили. Автомобили, также был выношенен миномет на одном из этих автомобилей. Топилы выводили в сторону Саханки. Там идет постоянное накопление живой силы, техники. Также там, по данным, там есть достаточно большое количество танков. Порядка 30 танков видели точно. И сложная ситуация в превратовых селах. Так, в Лебединском не работает школа и детский сад. Уже больше месяца нет электричества. В селе открыт только один киоск, куда два раза в неделю привозят хлеб. Живут здесь в основном пенсионеры. Страхи, понимаете? Ни днем, ни ночью покоя немае. Бухкают и стреляют, и стреляют. А что там? Откуда они стреляют? Вот кажется, вот тут рядом и все. Люди продолжают жить в постоянном страхе, ждут прекращения огня со стороны боевиков. Выехать им некуда. И ждем мира и тишины. Я в Украине была, в Украине хочу быть. Сын тоже здесь живет. С маленькими детками тоже некуда ехать. Денег нет. И родственников таких нет у наших, где-то куда-то уехать. В самом Мариуполе украинские военные готовятся к возможной атаке боевиков с моря. Возводят оборонительные сооружения на побережье, в местах, которые подходят для высадки морского десанта. Об этом сообщают в штабе АТО. Наталья. Спасибо, Эльвина Ситбулаева из Мариуполя.